До 20 миллионов собак, по данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, живут в 38% российских семей. И доля людей, желающих обзавестись четвероногим спутником, только растет. При этом, к сожалению, не все хозяева, соответственно, относятся к своим обязанностям, отчего порой плохо бывает и питомцам, и окружающим людям. Такие инциденты имеют свою специфику, и нынешняя правоохранительная система не готова в полной мере на них реагировать. Поэтому в Госдуме предложили создать зоополицию. Проблемы с домашними животными в условиях города имеют два ключевых фактора, уверены народные избранники. Это отсутствие органа, который бы контролировал домашних питомцев. Второе – отсутствие системы регистрации, рождения, чипирования, постановки их на учет, то есть всего того, что составляет наличие единой национальной базы данных, включая питомники и заводчиков. Законопроект, который дорабатывается и скоро будет внесен в Госдуму, обещает значительные перемены. Первая часть законопроекта – введение системы штрафов за нападение собак на людей. Вторая – защита животных от живодеров. И третья часть – законодательная инициатива статус создаваемой зоополиции. Есть два предложения. Зоополиция в составе МВД Российской Федерации, как силовое подразделение зоопозиция при Росприроднадзоре, как общественная организация с функциями контроля. Дмитрий Нечаев в целом поддерживает инициативу, но высказал ряд опасений по поводу реалистичности ее реализации. Дело в том, что, как известно, у нас строгость законов компенсируется необязательностью их выполнения. Поэтому нужно отработать сам механизм регуляции и исполнения вот этих законодательных инициатив. Я себе с трудом представляю вот этих полицейских, которые все вооружены сканерами специальными, а животные при этом должны быть априори все очипированы. Тогда, да, может подойти полицейский, провести сканером по холке собаки, найти чип и установить, кто владелец этого животного. А если мы не можем установить владельца, бегает какой-то безымянный барбос по улице, то тогда рассыпается вся вот эта инициатива. Дело в том, что кого мы будем привлекать к ответственности? Не животное же само. А как установить владельца? То есть эта инициатива может заработать только при комплексном подходе. Должно быть обязательно чипирование, должны приниматься законы, должна быть неотвратимость наказания. Тогда инициатива это заработает. Также предлагается установить административную ответственность в виде штрафов за выгул опасных пород собак без поводка и намордника. Пока список таких собак включает 12 пород и их метисов. Однако даже зоозащитники считают, что список устарел. И предлагают включить в него ротвейлеров, бультерьеров, кавказских овчарок, доберманов, черных терьеров, что пока обсуждается. Продолжение следует...